Сергей Беликтуев, солист группы «Хатхурузу», занимаюсь творчеством уже с 2011 года. Ну и за это время был какой-то небольшой успех, считаю я. Поэтому продолжаем дальше работать. Первоначальная цель в плане музыки – это развитие бурятского языка. Первоначальная цель – это прежде всего привитие патриотизма через эту музыку, через рэп-культуру. Неким образом, чтобы наш народ сплотился и начали думать в правильное русло, чтобы все думали, чтобы не забывали об основе, стремясь к чему? Ну, стремясь к тому, чтобы удовлетворить свои базовые потребности. У нас сейчас как люди живут? Фруктовый? У нас сейчас как люди живут? Больше они удовлетворяют свои базовые потребности все. И дальше уже просто нету мыслей у человека. Когда удовлетворил, вот все, я стал богатым, езжу на крутой тачке, все. И сидишь там, думаешь, блин, я не могу, говорит, свою жопу оторвать, короче, из кровати, говорит, я поймал комфорт, все, короче, я не могу, что делать, нужно развиваться, нужно двигаться. У нас очень много, короче, развелось таких патриотов, скажу, бурнациков, короче, вот так их назову. Они якобы патриоты, но такие ярые радикалисты, которые распространяют, ну, говорят, пишут, возникают там по разным политическим поводам, вопросам и так далее. Я считаю, это все получается, это все неправильно. На самом деле патриотизм это то, что строится на трех понятиях, на трех китах. Это любовь, вера и надежда. Любовь, когда мы можем доверять друг другу, положиться, да, спина к спине. Это я, допустим, ну, мы с тобой, как монголы, да, мы можем в любой момент положиться друг на друга, сказать там, ну... В прошлом было тяжело, конечно, это история, история, судьба народа какого-то нашего. Было тяжело, были какие-то неприятные моменты, но это прошлое. И я считаю, чтобы не оставаться на одном месте, нельзя таить обиды на прошлые времена. Я считаю, что нужно всегда смотреть в будущее. А чтобы смотреть в будущее, нужно быть добрее, нужно быть, не знаю, как-то добрее к людям, неважно какой национальности. Настоящая сила духа это не тогда, когда ты можешь на улицу выйти и надрать задницу пятерым людям, короче, в одну каску, да. Настоящая сила духа заключается в том, что ты можешь ради чего-то великого пожертвовать собой. И чтобы пожертвовать ради этого великого, ты должен к своему занятию относиться на максимально серьезность, с любовью, с верой и надеждой. Это самый лучший мотиватор вообще в жизни любого человека. Поместим в кастрюлю с водой, которая кипит, короче. Поместим ее, все морковь, она там целая, варится, короче. Другую кастрюлю возьмем, положим туда яйцо, короче. Хоп. Третью кастрюлю положим туда чай, короче, и они варятся, да. Марк с морковью, что происходит в этих условиях? В условиях, когда вода кипит, она мягчает, мягко становится, понимаешь? А хотя было твердой. Она раз, смягчает в результате тех условий, которые на него повлияли. Возьмем яйцо. Яйцо внутри, конечно, снаружи он твердоватый, а внутри там что там, жидкость. Как он варится, он становится уже потверже, короче, изнутри. Возьмем чай, а чай туда ложим, что это происходит? Растворяется он, короче. Он меняет условия, и вода уже не вода, а чай уже получается. Он уже другой. И вот есть такие типы людей, которые под влиянием условий становятся мягче. Под влиянием тяжелых, сложных, или каких-то, неважно, каких условиях, обстоятельств, да. Есть люди, кто твердеет изнутри. Есть люди, кто не твердеет, да, а меняет вокруг себя все обстоятельства. Таких людей, вот, как Будда, Иисус Христос, Мухаммед, Али. Это такие люди, которые меняли все вокруг себя, короче. Дочь у меня родилась немного недоношенной, короче, да, и она сейчас в больнице, я ее еще не видел. Я ее видел, точнее, на фотографиях, да, в телефоне у своей жены. Но я ее на руках не держал, пока я еще ничего не понял. Я понял, что у меня есть дочь, но до конца еще дупля не дал, короче, что я это, что я уже папаша, короче. Пока на руках не поддерживаешь, да? Пока не получу ответ на обратные связи какой-то определенные. Я еще пока дупляд давать не буду. Семья же это то, что тыл, который тебя постоянно насыщает изнутри. Если этот, чем тыл этот сильнее, тем насыщеннее ты и энергичнее по жизни. Я как мужчина вот так говорю. Чем он слабее, короче, ну, допустим, если жена какая-то такая, ну, не кудышная, короче, скажу так, да, которая постоянно пилит, которая постоянно, короче, не знаю, мозг выносит очень. Ну, я считаю, это беда. И это как бы в наше время постоянно, она везде, повсюду. И везде, повсюду, когда мужчины просто ебланят, короче, так, ну, жестко сказал он, конечно, ну, мужчины, когда просто неправильно себя ведут в отношении женщин. От мужчин много чего зависит, ровно столько же, сколько зависит от женщин много чего. От женщин очаг, дом зависит. От мужчины зависит вообще все, наверное, в плане того, что защита. Мы можем только повлиять тем, что будем уважать твоих женщин. Неважно, независимо от того, кто она, шлюха, бледина, шлендра, хотя одно и то же все это, но хоть кто, короче, хоть, блин, самая тварь, короче, все равно должны уважать женщин. Все равно должны к ним уважительно относиться. Иначе по-другому воспитать мы не можем своих жен, женщин, своих дочерей, своих, ну, матеря будут воспитывать нас, конечно. И такие женщины, которые, если мы не будем их уважать, они будут воспитывать, короче, слабых мужчин, рожать слабых мужчин. Мужчин без идей, мужчин без ничего вообще. Пустых. Такая ерунда. Мы должны уважать, любить женщин. В любом случае, какой бы ни была. Я считаю, если человек будет жить, да, и помнит какую-то чью-то обиду там, он никогда не пойдет вперед, никогда не предзадумывается о будущем, будет жить прошлой жизнью, обижаясь на что-то. Так же и народ, если мы как народ будем вспоминать обиды прошлой истории, да, что нас когда-то там истребляли, убивали там, что мы когда-то там, блин, в войне погибали наши самые сильные мужья. Куда мы двинемся-то? Это как, смотрел фильм «Последний самурай», да? Там он что в последний момент, говорит? Мы, говорит, должны идти в ногу со временем, но никогда не должны забывать, кто мы есть. Субтитры создавал DimaTorzok